Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец. И сегодня мы с вами поговорим о потрясших всю Российскую Федерацию и весь мир масштабных антисемитских выступлений, которые состоялись накануне в столице Дагестана Махачкале на территории аэропорта. Проникли группы из нескольких тысяч мародеров и погромщиков, которые активно искали прилетевших из Израиля пассажиров. Что они собирались с ними сделать, мы можем себе только представить, но намерения их были крайне агрессивные. После того, когда среди пассажиров, прибывающих рейсов, они не обнаружили евреев или людей с израильским гражданством, они разгромили Махачкалинский аэропорт. Кремль теряет такое впечатление, контроль над собственными регионами. И то, что началось с молчаливого согласия кремлян, перерастает в самую настоящую антисемитскую волну, которая уже захлестнула Северный Кавказ. В Карачаево-Черкесии сегодня также прошли митинги с требованием отселить с территории этой республики лиц еврейской национальности. И мы видим, как волна ненависти, которая поднимается на Северном Кавказе и стимулируется местными властями, и Дагестана, и Карачаево-Черкесии, и в том числе и Чеченской республики. Она уже представляет серьезную угрозу Кремлю. Сегодня все мировые СМИ пишут о антиизраильских выступлениях. И это представляет собой очень серьезную угрозу для путинского позиционирования в мире, в израильско-палестинском конфликте, где они пытались внешне, по крайней мере, сохранить видимость нейтральности. Этот имидж полностью разрушен. Более того, от этих погромов выиграют в первую очередь представители российских силовых структур, таких как Бастрыкин, в частности, и руководитель ФСБ Бортников, ну и, естественно, лидер Чечни Кадыров, который возглавляет всю эту антиизраильскую, антизападную фронту. Сегодня, кстати, Кадыров напрямую обвинил Израиля в фашизме и назвал, что обвинил власти Израиля в совершении сионистских актов геноцида. Это прямая цитата. Он заявил о том, что подготовила власть Чечни гуманитарную помощь для 20 тысяч палестинских семей. Тем временем, жертвами, эта цитата, ужасающего сионистского акта геноцида, стали несколько тысяч ни в чем не повинных людей. Точную цифру сейчас никто не скажет, написал Кадыров в своем официальном телеграм-канале. По своей жестокости в отношении Палестины, израильский фашизм сегодня ничуть не уступает, если не превосходит гитлеровский договорился Кадыровский глава Чечни. И вся эта история вчера вылилась в массовые погромы, которые сотрясли вчера столицу Дагестана, Махачкалу. Произошел штурм аэропорта в поисках лиц еврейской национальности, которые не смогли остановить представители местных силовых структур. Сергей Меликов, местный глава Дагестана, когда уже понял, что произошло, и попытался ситуацию вернуть под свой контроль, договорился до того, что обвинил, естественно, в этом украинскую сторону. Якобы она подготовила эту ИПСО, якобы она подготовила эти антиеврейские выступления. И виной всему телеграм-канал «Утро Дагестана», который контролируется бывшим депутатом Госдумы Ильёй Пономарёвым. Последний уже сделал заявление о том, что канал «Утро Дагестана» не имеет ему никакого отношения, он находится под контролем. Лиц с территории Российской Федерации, из российских спецслужб, и, собственно говоря, именно они и разгоняли эти самые антисемитские, антизападные месседжи. Мировые СМИ сегодня, все передавицы, пишут об этом, как о новом вызове и новой головной боли. Для Путина Financial Times, описывая события погрома в Махачкале, пишет о том, что местная толпа охотилась на пассажиров рейса из Тель-Авива. Искали они их везде, включая в том числе турбины самолетов. Ну, понятно, ограниченность этих людей. И Путин, который сам подыгрывал слухи о том, что он является тайным сторонником движения «Хамас», ну, как тайным, не совсем тайным, поскольку в Кремле официально принимали делегацию «Хамаса» на минувшей неделе, вся эта история вышла полностью из-под контроля Кремля. То есть, нельзя сказать, что Кремль стимулировал каким-то образом эту историю. Наоборот, тем, когда не был наказан сын Кадырова Адам за избиение обвиняемого журавля в сожжении Корана, это все породило дальнейшую безнаказанность и показало всем, что любые акции нападения и любые акции ксенофобии и нетолерантности на почте национальной принадлежности никаким образом Кремлем преследоваться не будут. В соседней Кабардино-Балкарской республике, в городе Нальчик, был подожжен еврейский центр. В дагестанском городе Хасавюрт осадили гостиницу местную под соусом поиска там евреев. Сообщается о том, что толпы мародеров в различных городах Дагестана искали, пытались найти лиц еврейской национальности либо лиц с гражданством Израиля, но, по счастью, в конечном итоге никого им найти не удалось. Тем не менее, мировые СМИ все сходятся в одном о том, что Путин длительное время называл межнациональное согласие в России одним из главных достижений собственной внутренней политики. И вот теперь антиизраильские, антисемитские протесты на Северном Кавказе, где Путин начал свой путь к президентству, со Второй Чеченской войны могут подставить под угрозу всю власть Кремля. Более того, западные аналитики, в первую очередь, сходятся на том, что обострением этой межнациональной, межрелигиозной ситуации обязательно воспользуется директор Федеральной службы безопасности Алексей Бортников и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который всячески сейчас демонстрирует собственную лояльность Путину, пытается вернуться сейчас в обоймы. Некоторое время они находились в опале и, кроме того, они могут, как всегда делают спецслужбы, сами стимулировать подобное межнациональное столкновение и спровоцировать дополнительные антисемитские погромы, для того, чтобы под этим соусом получить больше полномочий и показать свою твердую руку в их подавлении. Кстати, нельзя исключать, на самом деле, это тоже может быть версии рабочие, с которыми можно работать, что эти выступления, на самом деле, подогревались представителями именно российских спецслужб. На определенном этапе, понятно, когда ты начинаешь подобные акции, ты контролируешь только до определенного момента, а после того, когда они уже запущены, этот маховик уже запущен, ты теряешь контроль, и поэтому версия с тем, что российские спецслужбы реально могли спровоцировать эту ситуацию в Дагестане, она является вполне рабочей, и я думаю, что в ближайшее время мы сможем увидеть подобную аналитику, в том числе от серьезных экспертов. Тем временем все мировые политики, чиновники в шоке от происходящего, в частности, ситуацию комментировала пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон, которая заявила о том, что США решительно осуждают антисемитские протесты, именно так, это уже все трактуется в Дагестане, и поддерживают всю еврейскую общину во время всемирного всплеска антисемитизма. Премьер-министре Канады Трюдо заявил о том, что антисемитизм является неприемлемым во всех формах, и бывший министр национального дела Литвы Ленас Линкевичус заявил о том, что в России мы видим, как возрождаются неонацистские традиции, это результат промывания мозгов со стороны власти. Сотни людей штурмовали аэропорт в Дагестане, охотясь на евреев. Христо Грозев, болгарский журналист-расследователь, заявил о том, что открылся новый фронт внутри России, и ФСБ и Росгвардии оказались к нему полностью не готовы. Помимо Меликова, который обвинил украинские спецслужбы в организации этой провокации, Путин сегодня собирает большое специальное экстренное совещание, на котором будут собраны российские силовики. Состоится оно сегодня, ближе к вечеру, о нем известно пока не очень много. Ссылаются все на заявления путинского официального пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который заявил, что ближе где-то к 19.00 по московскому времени планируется большое совещание, на котором будут, цитата, обсуждаться попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества. То есть они сейчас, настолько буквально, пытаются перевести стрелки на Украину и на Запад, в том, что, детская ситуация в Дагестане спровоцировали отнюдь не российские спецслужбы, и отнюдь не потакание Кремля действием антисемитов и шовинистов в российских регионах, а, видите ли, за этим всем стоит, естественно, западные спецслужбы. На данный момент известного задержания как минимум 60 человек, ну, в любом случае, аэропорт Махачкалы полностью разграблен, вот, уже известно о том, что умер один из полицейских, который получил травмы накануне, ну, а антисемиты всех мастей, безусловно, празднуют. Вчерашний день, 29 октября, это праздник того, когда Россия, наконец, показала свою настоящую антиеврейскую, антиизраильскую и античеловеческую сущность, и присоединилась таким образом к фронту тех режимов, которые поддерживают и приветствуют акты террора, террора, осуществленные боевиками и убийцами в отношении мирных израильских граждан. Путин действительно стоит перед огромной проблемой, это огромный вызов, разрушается его имидж, еще раз повторю, в первую очередь в Израиле, это уже привело к огромному росту антироссийских настроений, ну, и самое главное, клеймо антисемита, которое теперь приклеится к Путину и к его режиму, создаст для него огромные дополнительные проблемы в будущем. Путин это понимает, но поскольку джин выпущен из бутылки, в буквальном смысле, загнать его назад будет крайне сложно. Мы увидим, я думаю, наоборот, если в ответ сейчас будут жесткие акции, задержания, и спецслужба попытается этим воспользоваться, как я спрогнозировал, это может вызвать ответную реакцию, и скорее всего вызвать со стороны исламских фундаменталистов на том же Северном Кавказе, и может привести к росту терроризма. Одним словом, непрогнозируемый сценарий. Спираль России возвращается вновь в бурные 90-е времена Первой и Второй Чеченской войны. Одним словом, все это может вспыхнуть. Попытка сейчас подавить силой эти антиизраильские выступления может закончиться тем, что вспыхнет сейчас реально межрелигиозная война на Северном Кавказе, и не только там, в тех регионах, не забываем о Татарстане в том числе, тех регионах, где большая доля составляет мусульманского населения. Не все, безусловно, мусульмане, это не клеймо. Мусульмане не означают в мужском военном смысле, конечно же, фундаменталист, но потакание пропалестинским акциям террора, оно, еще раз повторю, сыграет однозначно сейчас против внутренней стабильности путинского режима. В этом у меня никаких сомнений нет, друзья. Продолжим анализировать события в наших следующих блогах. Вам спасибо за просмотр этого видео, друзья. Берегите себя, подписывайтесь обязательно на мой канал, лайкайте в шерте, оставляйте свое мнение под этим видео, что думаете вы по поводу антиизраильских, антисемитских погромов в Махачкале, чем это может закончиться. Подписывайтесь также на два других моих канала, закрепленных в шапке профиля, разбор полетов и березовец шортс. Больше оперативной аналитики, как всегда, на моем телеграм-канале, друзья. Берегите себя, тихого вечера, слава Украине, слава ЗСУ, слава главкому Валерию Залужину. С вами был капитан Украинской армии, Тарас Березовец. До новых встреч. Пока-пока. Стришок будет, он додастся, но я бы хотел немного детальнее про эти места, где происходят эти жахливые события. Где это в основном про Дагестан. Не только, но и на самом передаче. Тут стоит вспомнить, что наибольший опор щодо мобилизации на войну против Украины как раз в Российской Федерации происходило в Дагестане. Там женщины перекрывали, это был рік тому, трошки больше, перекрывали дороги, требовали вернуть своих детей, там, чоловеков, и в многих случаях это происходило, и они это вернули. Регион очень, как бы сказать, перебывает в напружении и в таком бурлении, в таком кипении гуманитарном и социальном. Чому? Это бедная часть Российской Федерации, одна из самых беднейших. Это, в целом, сильное исламское подгрунтя, которое, в принципе, противостоит десь такому загальнороссийскому христианству. И они чувствуют себя ображенными, они чувствуют себя покинутыми, забутыми, и поэтому в Дагестані это произошло. Тогда, я бы сказал так, что, яку краплю недовери до центру не крапнути зараз в Дагестані, она негайно отключает хвилю. А в данном случае очень хороший привод, кто-то нашел, или он сам по себе родился. Суть в том, что много граждан Российской Федерации летает в Израиль, или с родственных причин, или на лечении, или еще с каких-то, не напрямую в Тель-Авив, в Москве, потому что квиток очень дорогий, а они летят с пересадкой, в Махачкалі. И это входит в полтора раза дешевше. И поэтому, используя этот факт, каким образом просочилась информация, что это из Израиля, это из Израиля, это из Еврея, это еще кто-то летит. И этого выяснилось достаточно для этих дикунских явлений в Махачкалі. В целом, это подтверждено еще раз, социальная ситуация в Российской Федерации в целом, напружена, достаточно невеликой искры, и оно спалахует будь-де, а если искр будет колько, то оно может объединяться в великое поле.